Сцену телеграмма, где почтальон принёс телеграмму. Ну вот надписи, это уже будет совсем... Мне говорят, что фабриканта и пароходчика были национализированы. Из-под кровати доставали лист арголита, большого картона, на котором лежала стопка почти из нескольких десятков музейного размера, музейного класса работ. Они были сняты с подрамников, потому что если бы они были натянуты на подрамнике, эти там около сотни работ, то они бы заняли целую комнату из двух, в которых жила семья из четырёх человек. Мне кажется, если бы не произошла вот эта трагедия в семнадцатом году, то русское искусство могло бы занимать другое место. очень много талантливых, мощных, энергичных, креативных художников. Это очень единственное. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Например, Дон Кихот. Нельзя, не могу не остановиться на этой работе. Мы возникли только в ситуации, когда светку давит что-то официальное. Играет музыка. Играет музыка. Объединяет их многое. Конечно, не только время, когда они вместе все жили. Наверное, это понятие «неофициальное искусство» — это главное, что их объединяло, потому что они не хотели работать в тех жестких рамках, которые диктовались в то время государством. Но они все равно находили время и возможности продолжать свое искусство, свое творчество. Работа, которого, мне кажется, не могут оставить равнодушники. Мне приобрететет работу, буквально несколько дней назад. Это «Рухин». Это как раз мы говорили о питерской школе, о ленинградских художниках. Если, пожалуйста, я могу оплатить на карты переписываться? Да. Да. Да, что ли? Да. Оночные преградации ricanes Продолжение следует... 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 Продолжение следует...